Сергей Николаевич, добрый день. Добрый. Мы с вами записали по дятловской теме, кажется, 27 роликов. Не помню точно, сочетала или нет. И вы можете что-то еще добавить по этой теме? Что вы могли бы еще рассказать? Я уже говорил, что тема исчерпана с моей стороны. Почему? Потому что я рассказывал никакие не вымыслы, а рассказывал то, что сам видел, то, что знал. Попытался дать несколько шире эту тему, объясняя ситуацию 50-х годов о туризме, что это такое было, спортивный туризм. Ну, какие-то характеристики кому-то давал. И поэтому добавить мне, пожалуй, больше нечего, кроме, может быть, каких-то там мелочей, деталей. А почему я не намерен больше ничего делать? Ну, по этой теме, что ли, добавлять? Потому что я не блогер, который на протяжении уже не одного года буквально из пальца высасывает какие-то темы, какие-то небылицы, фантазии. Ну, я понимаю, что это уже чисто коммерческая их деятельность, так? А я же такой цели не ставлю. Все, что я делаю, я делаю абсолютно бесплатно за свой счет. Вот те же вот две книжки, которые выпустил, ну, брошюрки таких небольших по дятловской теме. Это все сделано на собственные средства. Никаких гонораров я ни за что не получал, за статьи, которые публиковались. Поэтому мне абсолютно не нужно продолжать эту тему, выдумывать что-то. Я делаю это только из той памяти к ребятам, которых я знал. Хорошо их помню. Мы вместе ходили в походы. И делаю только в память о них. А никакой здесь коммерции, бизнеса, что ли, не преследую. Поэтому я не хочу больше перемалывать одно и то же. Ну, и нет смысла просто. Это не моя цель. Такой цель я не ставил рассказывать, что-то придумывать. Потому что меня даже удивляет. Вот совсем недавно ознакомился вот с этим, с характеристикой Акселерона, одного блогера. Я его прекрасно знал, Моню Акселерона. Мы на протяжении многих лет дружили, сотрудничали. Мы были с ним в двух сложнейших походах. Приполярный Урал зимой и летний поход по Саянам. Я его знаю как облупленного. И слышать о нем небылицы, какой он был, по мнению этого блогера, ну, просто неприятно. Видимо, пользуется тем, что его уже нет в живых, и нужно о нем говорить все, что угодно. Но это просто непорядочно. Поэтому я не хочу быть тоже таким непорядочным, выдумывать что-то. И даже добавлю, что если будет какое-то следствие, или еще там, я под присягой готов все повторить, то, что рассказывал в этих всех своих роликах, потому что там нет ничего придуманного, выдуманного. Вот довольно подробно я объяснил свою позицию, как я в дальнейшем намерен себя держать, что ли, вести по этой теме. Ну, хорошо. Я думаю, что могут возникнуть какие-то вопросы, может быть, они и у меня будут, какие-то по мелочам, буквально по мелочам, потому что, когда в мелочах становится более ясной картина, то она, в принципе, и более достоверной. Вы не придаёте им такое значение, потому что у вас всё это в голове, вы видите полностью, как оно это было. А для нас, кто не был в это время, там есть много вопросов. Ну, сейчас не об этом. Что бы вы нам хотели рассказать? Что бы я хотел рассказать? Значит, просматривая комментарии, я обратил внимание, что как бы положительных откликов стало больше. Люди начинают всё-таки верить больше мне, а не вот этим самым досужим вымыслам. Ну, это здорово. Да, это я почувствовал. Более того, многие просят меня просто не бросать этот канал и продолжить свои рассказы, даже не касательно, что ли, дятловской темы. Ну, это, знаете, мне напоминает советское время, когда, значит, мы часто встречались с такими сообщениями, по пожеланию трудящихся партии и правительства, приняло там какое-то решение. Пусть оно популярное или непопулярное, на пользу народу или нет, но всё делалось тогда, в советское время, значит, по пожеланию трудящихся. Так вот, это, как бы, пожелание трудящихся продолжить эту тему. Ну, что я могу... Да, и даже в некоторых случаях там конкретно просто рассказать о моей службе спасательной, которую я отдал не один год. Ну, и вообще, как я пришёл к этому, что ли, безобразие, заниматься таким экстремальным видом спорта? Ну, оно, знаете, почему интересно? Потому что оно даёт картину того времени. Ну, в какой-то степени. И даже картину твоего времени. И о тех ребятах, о дятловцах, мы будем знать больше, если даже просто узнаем больше о вас. Потому что это та атмосфера, те условия, которые были... Одна эпоха. Одна эпоха. И одни, в общем-то, и ребята, и по характеру, и по целям, и устремлённостям. Молодёжь. Какая была молодёжь тогда? Как она... Ну, вот если мне, так сказать, остановиться, ну, на себе, что ли, или о себе... Ну, вы о себе можете рассказать? Да, о себе. Значит, сложилось так, что моя мама и отец не смогли получить никакого образования в своё время. Ну, я имею в виду высшего образования. Ну, мама моя всю мечту... Всю жизнь мечтала быть географом, путешественником, ну, и более конкретно, это, археологом. Поэтому она мне очень много интересного рассказывала о путешествиях Пержевальского, Амундсена Скотта, о плаваниях Беринсгауза на Лазарево. То есть я с детства был присыщен вот этими интересными темами о путешествиях, о приключениях. Кроме того, я помню, она мне рассказывала о гробнице тут, тут от Хаммана, которую открыл Картер в своё время, где-то это, по-моему, были 20-е годы. Вот. Ну, и многое другое интересное. И, естественно, я был ещё ребёнком, и это у меня вызвало какой-то именно интерес к каким-то исследованиям, к каким-то открытиям, что ли. И вот в шестом классе школы я отправился в Свердловский дворец пионеров, а там было так называемое общество юных географов и краеведов. Там было много разных таких, как бы, факультетов, что ли, под тем. Это краеведение, геология, дальше зоология, ботаника, ну и так далее. И вот я в шестом классе пришёл во дворец пионеров, и меня приняли в кружок краеведов. То есть моя, как бы, мечта была в какой-то степени реализована. А руководил нам нашим этим кружком великолепный преподаватель, участник войны, географ Александр Александрович Арзамасов. Он с нами возился очень много, нам очень много посвящал времени, даже помимо, так сказать, ну, того регламентированного, которое было отведено на работу этого кружка. Значит, мы занимались чем? Мы занимались, изучали метеорологию, изучали геологию, топонимику, дальше этнографию, то есть все разделы краеведческой темы, что ли, нам были тогда знакомы. Он нам всё это преподавал. А потом всё это подкреплялось нашими путешествиями. Поначалу это были однодневные походы, выходные дни в окрестностях Свердловска. Так много очень мы узнали интересного по истории края, ну, по каким-то географическим, что ли, достопримечательностям. В окрестностях Свердловска есть такая замечательная скальная, что ли, группа. Называется она «Семь братьев». Уникальное явление природы, конечно. Вот мы там побывали. В окрестностях Свердловска Потом «Чёртово городище». Тоже интересное такое наслоение как бы пластов гранитных плит таких высотой где-то порядка 20 метров, может быть, больше. Всё это было очень интересно. В отличие от «Семи братьев», «Чёртово городище» это сплошная стена скальная. И вот этот снимок, скорее всего, наверное, был сделан в 1953 году. А спустя годы, в конце 50-х, когда я уже занимался серьёзным альпинизмом, скалолазанием, то на этой стене мы проведили тренировки и даже соревнования по скалолазанию. Нужно было подняться до верха, а потом стремительно вниз, почти свободным падением, по верёвке спуститься на землю. Такова была вот программа соревнований в те годы. А наверху, Сергей Николаевич, что там за сооружение? А наверху там было... Дело в том, что с той стороны подъём более пологий, но всё равно сложный. Поэтому там была поставлена деревянная лестница, чтобы подняться на самую, на эту башню, и чтобы никто оттуда не упал, там было сделано деревянное ограждение. Мы его видим. Вот его как раз и видно там. Какие-то палочки, может быть, даже кто-то там и стоит. А это ещё одно уникальное место под Свердловском. Недалеко от города Сесерти, так называемый «Тальков камень». Эта целая гора состояла из талька. И самое интересное, когда подходишь к этому заброшенному уже карьеру, то ноги по щиколотку утопают в этой пудре тальковой. А особенно приятно ходить босиком в этой как раз, как словно в муке идёшь. Но самое интересное, что внутри вот этого карьера образовалось озеро. Видимо, грунтовые воды выступили. И говорят, что глубина вот этого карьера, этого озера порядка 70 метров. Прозрачная вода, довольно холодная, но тем не менее мы купались там. И очень интересно, нужно прямо нырять, нырять со столы прямо в эту воду, потому что борта вот этого карьера довольно крутые, ответственные. Дальше посетили мы рудник заброшенный в районе села Большое Сидельниково. Там, оказывается, разрабатывался родонит. А родонит это очень красивый поделочный камень розового цвета с черными такими прожилками. Кстати, вот метро Маяковска отделано было как раз этим родонитом, который добывался вот Большого Сидельниково на Урале прямо под Свердловском. Божовские места. Павел Петрович Божов, известный писатель такой народный, как бы что ли, уральский. Это его как раз хозяйка Медной горы, где-то Дмила Мастер значит в дебрях вот этой девки Азовки ваял свою вазу из, я уж не помню, кажется, из Малахита даже его мечта. Фильм даже был поставлен. Вот во всех этих местах мы с Александром Санычем побывали. Дальше путешествие в Вельменский Минералогический заповедник Озеро Иткуль с шайтан камнем такой, который из воды торчит. Причем это были не просто такие праздные что ли путешествия. По возвращениям мы должны были составить некий отчет. Что увидели, что узнали. Вот например побывали мы в какой-то там деревушке и нужно было дать описание кто живет, какова история этого поселка. Если там были какие-то памятники допустим нужно было описать этот памятник кому он посвящен когда и как он был поставлен. То есть все эти сведения чисто краеведческие мы собирали и писали некоторые отчеты о своем путешествии. Все это носило познавательный характер расширяло наш круг знаний. В частности мы занимались краеведям изучали историю Урала. Особенно было посвящено много тем созданию как появилось и появился почему Екатеринбург город тогда роль Татищева Генина из подвижников Петра I как появились эти города как металлургические центры роль Демидовых которые основали металлургическую промышленность кроме того мы интересные очень вещи знали что оказывается через Урал из Европы было проложено множество дорог во время освободения освоения Сибири оказывается шло освоение Сибири с севера на юг первые дороги были проложены ну тропы дороги были проложены в Сибирь на самом севере на полярном Урале а потом эти пути опускались все ниже ниже вот в районе приполярного Урала была известна Степериковская тропа или дорога которая долгое время даже использовалась потом была открыта Бабиновская дорога из Целикамска на Туру потом еще южнее на Тагил из Кунгура ну и потом та самая дорога которая сейчас больше всего известна за Урал это из Перми из Кунгура на Екатеринбург и дальше это Транссибирская магистраль которая идет вплоть до Владивостока вот это все мы в свое время будучи детьми у Александра Александровича все это изучали и еще интересная вещь тогда была чтобы стать членом географического общества юных географов и кроведов глобус мы должны были защитить некую такую что ли диссертацию каждому давалась какая-то тема и потом на соседание этого общества каждый делал этот доклад и значит получал право стать действительным что ли членом географического общества юных географов кроведов то есть это как-то был немножко шаг что ли в науку шаг в науку шаг в какую-то взрослость даже и потом когда мы уже подросли это уже восьмой девятый класс Александр Александрович строил нам уже дальнее путешествие в частности мы уже отправились в заповедник Денежкин камень это уже северный Урал правда все эти походы были у нас летние естественно вот и там мы добрались до такого поселка Всеволода Благодатская где было правление этого заповедника Денежкин Денежкин камень нам там рассказали как попасть непосредственно туда в этот горный массив где какие тропы и прочее и значит получили даже задания научные что мы должны там сделать ну сбор гербарев кроме того под самой вершиной Денежкина камня некая такая тундровая плата есть заросшая растительностью мы должны были сделать шурф и описать всю эту толщу почвы что там мы увидим найдем то есть это опять же почвоведение описать какие этапы были в истории этого что там осаждалось какая растительность по тем остаткам которые там есть то есть это было очень для нас вот такая интересная что ли не просто приключение путешествия но и какая-то даже познавательная научная что ли работа в рамках наших способностей и еще что очень важно Александр Александрович во время этих путешествий давал нам как бы задания по как правильно сказать по изучению что ли следов следопытские навыки прививал нам вот как правильно сказать вот допустим мы идем где-то в лесу и вдруг обнаруживаем костер какой-то и вот мы должны по этому костру по его остаткам определить а кто же здесь был если это допустим следы от костра надья есть такой тип таежного костра это значит это были какие-то охотники зимой и ночевали у этой надьи а надья позволяет поддерживать тепло жар от костра без подбрасывания туда каких-то дополнительных веток поэтому можно спокойно всю ночь у этого костра ночевать а если костер какой-то обширный там допустим остались вот эти рогатины жердина на которые там что-то варили готовили значит о чем говорит что это была какая-то группа туристов в каких-то больших там ведрах или в каких-то котелках готовили пищу не на одного человека а если допустим просто какая-то палочка воткнутая в землю и подпертая там рогатинкой скорее всего это ночевал какой-нибудь одиночка рыбак охотник грел водичку допустим там в чайнике или в какой-то кастрюльке небольшой то есть вот все вот такие мелкие признаки они нам позволяли значит иметь получать какие-то навыки слеводопытства и кстати эти навыки мне очень пригодились во время вот этих поисковых работ связанных с Дятловым потому что по тем следам которые дятловцы оставили в своей деятельности очень многое можно было понять и увидеть что там происходило на месте на самом деле ну и плюс и плюс к этому собственный опыт путешествий тем более что мы варились как бы в одной что ли каше в одной секции это была целая как бы школа что ли туризма студентов Уральского политехнического института поэтому мы знали друг друга хорошо знали кто как в той или иной ситуации может действовать и плюс вот эти навыки следопытские они позволили восстановить всю картину что произошло с группой Дятлова хотя многие конечно в это не верят говорят что я там по какому-то заданию или вымесил все что я рассказываю на самом деле это подлинное наблюдение на основе вот этого богатого опыта который я получил еще в детстве вот так вот собственно говоря я закончил свою такую краеведческо-туристскую деятельность в школе а потом в 55-м году поступил в Уральский политехнический институт и там уже серьезно включился в туристскую вот эту деятельность была секция спортивная туризма познакомился с многими ребятами которые наши предшественники туризма это Масленников Богомолов тот же Карелин Акселерот это были Будрин Леша это те люди которые Вася Королев и вот на первом курсе поскольку у меня уже был богатый опыт на первом курсе я в составе уже сборной команды области отправился в сложнейший поход на приполярный Урал так вот началась моя уже серьезная спортивная как бы уже туристская деятельность вот так вот я пришел в настоящий большой туризм имея богатый опыт вот этой краеведческой работы начальной подготовки под руководством Сан Саныча Арзамасова спасибо вам Сергей Николаевич за это интервью мы имеем более такую обширную картину о молодежи прошлого времени потому что кто чем занимался кто чем ребята серьезно занимались потому что с вами же тоже много кто ходил в эту в эту в дворце пионеров было много и других кружков авиомент этот самый судостроительный там драм кружок было очень много и большинство детей все таки действительно занимались делом они болтались по кафе как сейчас это принято по ночным клубам и так далее то есть люди действительно занимались интересным делом будем заканчивать спасибо вот на этой фотографии с молотком геологическим ищем камушки полудрагоценные поделочные увидят где-то нарядм Это вот ночевка на камнях прямо. Это защита от комаров, от мошкары, потому что еле нещадно.